всем доброе утро у нас на улице 18 градусов минус 18 шагайте шагайте ваня шагайте ваня шагай быстрей марина дай пройду ваня руку дам так он быстрей пойдет давай ванюшу ручку маме там у нас оксана идет сосветится оксана кстати у тебя курточка красиво светится видишь а тут марина с ваней ну вот посмотри вишни а полоски светится на курточке так с другой стороны посмотри господи все идем потом мы сейчас опоздаем так на автобусу пока будем смотреть как у оксаны куртка светится опа ваня вставай ваня упал ладно всем желаем хорошего дня хорошего настроения ну а мы идем школу садик всем доброе утро и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смотри, уже все развалили крепость, да, Ваня? Ну-ка, собирай крепость Не умеешь ты крепость собирать? На улице хорошо, благодать Да-да-да Что, Ваня из-за игрушки взялся, да? Давай, иди сюда, садись Садись, показывай Что это у тебя? Машинка? А ты кофту снимать будешь? Нет Нет? Ну ладно, иди вон играй А это кто тебе дарил? Мама? Нет, это Ильюша тебе привез Ты че? Вот любимый ящик, да, Ваня? Животное, да Кто это у тебя? Ну-ка, давай посмотрим Ой, олень, да, правильно Ты сказала олень Олень, да? На Еще какие там у тебя есть Машинка, да Твоя машинка И танк твой Садись, садись А то так мне неудобно Там, там сядь Там сядь Че ты прыгаешь-то? Играй давай игрушками Да А какие там у тебя еще машинки есть? Положи здесь машинки Большие есть, да Маленькие есть еще Большие, да Ой, какие у тебя тут машинки Ванины любимые игрушки Да, Ваня? Кто это? Динозавр? А, да, динозавр Ой, кто это? Лось Да, из мультика, да, Ваня? Ты любишь такой мультик смотреть? Да Да А еще кто здесь? Ой, слоник, да? Слоник, да Мау Слоник А еще какие у тебя тут есть? Смотри, какая машинка крутая у тебя тут есть Ой, а это кто, Ваня? Я не знаю Не знаешь? Ну, господи. А это кто? Динозаврик еще один, да? Это тебе Илью сейчас дарил, да? Да. Братик дарил тебе. И это братик дарил, и это, и это. Вот эти вот большие наборы. Это все ему братик дарил. Да. Смурфик, Ваня, смурфик. Бабушка смурфик. Смотрите, бабушка смурфик. Да. Мяу, где там у тебя мяу? Ну-ка, показывай мяу. Ой, мяу. Да, Ваня там? Мяу. А это кто? Это ласка. Есть такое животное ласка. По-моему, она. Если я не ошибаюсь. Ладно, играй давай. Да, Ваня? Ваня, будет суп молочный есть? Нет. Нет? Да, что ты говоришь? Ой, там у тебя какой... Давай покажем солдата твоего. Вот такой солдат у него красивый. Ладно, играй давай. А эти формочки что опять достали? Надо вам эти дать. Штучки поделать, да? Подоставали, а то вы их все. Ладно, играй давай. Наложила маленьким суп молочный. Попросили суп молочный. И почистила картошку и морковку для супа. Сейчас будем готовить. Так, здесь поставила воду на макароны. Здесь суп будем варить. Поставила кости там. Разделаются. Будем варить суп на завтра. Потому что ничего не хотят есть. Но все равно надо что варить. Замариновала курицу. Тут крылышки. Ну, часть от крылышек куриных и ножки. Сейчас буду обжаривать на сковородке. Тут горчица и кое-какие приправки. Всем добрый вечер, дорогие друзья. Решила поотвечать на некоторые вопросы. Катя, тихо. В целом. По поводу проколки ушей. Дорогие друзья, я никого не просила деньги перечислять. Вы мне перечислили их сами. Причем, я сказала, что я буду прокалывать ребенку весной. Вы сейчас с меня требуете отчет. Можно так сказать, да? За эти деньги. Блин, да я... Напишите номер карты, я вам их верну. У меня деньги эти лежат. Я их даже не трогала. Хотя у нас сейчас мы сидим без денег, но я их не трогаю. Они у меня лежат. Потому что я хочу прокалывать весной. Так как у нас морозы по 30, по 40 градусов. Какие нафиг уши прокалывать? Вы смеетесь, что ли? Вы представляете, если ребенок застудит уши. Как потом лечить будет тяжело их? Это все. Потом, какие нафиг там сережки одевать? С больными-то ушами. Ладно, на этот вопрос ответила. Да, злая я. Я очень злая. Потому что у меня давление высокое. Я не могу. У меня состояние, знаете, не очень хорошее сейчас. Пока у меня кушает готовится, решила поотвечать немножко на кое-какие вопросы. По поводу детских. Мне не верят. Да как так? Можно за один день справки собрать. Это у вас можно за один день справки собрать. Мужу мы заказывали справку. Пришла она у него через неделю. Потому что у них офис не в нашем городе находится, а в Соликамске. Соликамск от нас, получается, 100 километров. Ну вот нам привезли ее через неделю, эту справку. Дальше. Сказали мне взять у Ильи справку в колледже, что он учится. Взяла я эту справку. Оказывается, нужна была справка еще о том, что он получает стипендию. Я заказала у Ильи. Сказали, будет готова только к следующему понедельнику. Вот все. Я затормозилась с детскими. Поэтому я сейчас пока ничего не могу. Ни детские, ни дорожные, ни субсидию, ни от 3 до 7. Ничего не могу оформить. Потому что у меня документов не хватает. У меня нет справки. Школьные справки. Вот говорили, можно справки за один день собрать. Это у вас можно за один день. У нас. Вот я пришла, позвонила в школу. Говорю, мне справку надо. Мне сказали, на следующий день будут справочки готовы. Я на следующий день пришла, забрала. Также с садика пришла, сказала, мне справки надо. То, что дети посещают садик, и сколько у них оплаты. Все, вот это проходит. Они сказали, а сейчас заранее заказывают, то, что на следующий день будет только справка готова. Я говорю, всегда в этот день давалась, а тут стали делать так, что справка будет готова только на следующий день. И вот получается, я на следующий день ходила и забрала. Да, остальные справки легко делаются. В этот же день пришло, что по квартплате, по задолженности, если нет задолженности, забрала я эту справочку, то, что у нас нет задолженности. Остальное все это легко. Копии я могу, по идее, сама сделать, но не буду делать сама, потому что в МФЦ они обязаны, по идее, делать копии. Потому что краска тоже у меня не дешевая, я не собираюсь на это тратиться. Тратиться. Дальше. По поводу школьного питания спрашивали. Да, с первого по четвертый класс питаются бесплатно. А старший класс, это у меня Катя, Света, Егор питаются платно. Егор сказал, мама, я даже не буду, даже не пытайся. Мы с ним ругались на эту тему. Он сказал, мама, нет. 600 рублей. Вот сейчас мне Катя принесла бумажку, там за 8 дней питание. 677 рублей мне надо будет заплатить. Света сказала, тоже не будет питаться. Хотя я ей предлагала, я говорю, Света, давай питайся. Ну ладно, уже за троих, что, блин, 2500 за 8 дней я, получается, отдам. Но они не хотят. Катя сказала, Катя будет питаться. Света сказала, не будет. И Егор сказала, не будет. Мы дома будем, говорит, кушать. И, может, что-то с собой буду стряпать. Им будут булочки или что-то брать с собой такое. Ну или буду на булочку давать им денежку. Буду там в столовой покупать булочку и чай. Как-то вот так вот. Надеюсь, я на ваши вопросы ответила. Потому что, знаете, вопросов таких очень много. По поводу свечек, знаете, я вообще хотела сделать просто посередине одну свечку поставить. Но нету. А ради свечек мне в город ехать вообще неохота. Я потрачу 50 рублей на дорогу, чтобы съездить в город, купить какие-то свечки. Если вам не нравится, так это ваша проблема. Вот эту вот идею вообще мне предложила Машу. 6 плюс 4 сделать. Получается 10. Если кому-то не нравится, то извините, пожалуйста, это ваша проблема. Да, подруга подарила торт ребенку. И что в этом плохого? Блин! Я вообще вот некоторых не понимаю. Если вам не нравится, так вы не смотрите, идите отсюда. Я вас не заставляю никого смотреть. Знаете, мне просто не даем. Мне в личку такие гадости написали. Как будто я миллионер и ребенку пойти и купить сразу же нас. А, у меня же карманов, деньги-то много, вы же мне постоянно перечисляете. Знаете, такое ощущение, что я могу пойти и сразу купить ребенку телефон. Не могу. Потому что у меня зарплата маленькая. Я не могу пойти. Знаете, у меня 5 тысяч на дороге не валяется, чтобы купить его. Кому не нравится, я никого не держу. Идите. Не держу никого. А кто остается, огромное вам спасибо. Я знаю, что после этого видео очень многие от меня отпишутся. Знаете, а я уже устала. Знаете, надоело перед всеми оправдываться уже до чертиков. Я понимаю, что люди, которые пишут вот такие вот гадости, у них, видать, в жизни у самих все очень плохо. Поэтому они и пишут. Я не буду на это обращать больше внимания. Я теперь буду блокировать. Я теперь буду их удалять. А если YouTube закроет комментарий, я ему и спасибо даже скажу. Потому что, знаете, все вот это вот, то, что вы ульете, всякая вот эта вот гадость, уже до чертиков надоели. Я не позволю. Если вы миллионер, вы можете пойти спокойно купить телефон, который 5-7 тысяч стоит. Пожалуйста, идите покупайте. А я не могу так позволить себе. Я знаю, что я на день рождения ребенка обещаю. Мы с ребенком заранее договаривались, что я получаю зарплату, и мы вместе с ней идем в магазин и покупаем ей телефон. А не так, что вот пошел, купил там за тысячу кнопочный. Нет. Я обещала, что на 10 лет ребенок получает хороший сенсорный телефон. У нас это у всех так было. Это все дети получали, и все дети. Маша не исключение от этого. Да, у Света аж на месяц была задержка, когда мы ей покупали телефон, потому что у нас не было денег. У всех была такая задержка. Если я не получаю раньше зарплату, что эти... Если бы я получила хотя бы эти от 3 до 7, я бы могла на эти деньги пойти и купить Маша телефон. Или хотя бы детский бы получила, плюс бы еще могла бы где-то дозанять и пойти и купить тогда бы телефон. А у меня нет денег сейчас на данный момент. Все такие умные, все вот только и могут что гадости писать. А вы посмотрите на свою жизнь, как вы живете. И не надо писать, что мы плохо живем. У меня дети хорошо живут. Они и сыты, и обуты, и одеты, и по мере возможности я им стараюсь покупать то, что они хотят. Да, где-то я урезаю в одном, но стараюсь купить ребенку это. А если вам не нравится, так пожалуйста. Я никого не держу, я вас не заставляю смотреть мой канал. Просто знаете, в душе накипело. Мне на тот день столько гадостей написали. Ну, садись. Все такие умные, все такие богатые, прям, видать, миллионеры. Ваня, все такие, видимо, миллионеры, что прям могут легко раз пойти и купить телефон. А видите, а я нищеброд такой. Не нравится? Так не смотрите. Господи, я вас никого не держу. А если вы завидуете, так сделайте свой канал, надо зарабатывайте тоже. Что вы мне пишете, что я обязана вам выплачивать деньги, которые вы как, да, ну, которые вы потратили на просмотры моих видео. Даже такие, представьте, люди были, писали. Блин, так я вас не заставляю смотреть мой канал. Ребят, угомонитесь уже. Мамин штатив, это не надо трогать. Гнеть! Как так гнеть? Гнеть! Ну, все, иди поиграй, хорошо? Всем огромное спасибо тем, кто останется со мной и будет продолжать со мной общаться. Я очень вам буду благодарна и дай Бог вам крепкого здоровья. Я надеюсь на ваше понимание и что не осудитесь сильно. На этом видео свое завершу и всем скажу огромное спасибо, кто поддержал, кто поздравил Машу. И всем говорю пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok